То, что мы знаем, ограничено, а то, что не знаем, бесконечно. Здравствуйте! В эфире программа «Наука Дагестана» и веду я, Магомед Махатилов. Мы затронем тему, которая не только, наверное, для Дагестана является очень интересной. В силу своего местоположения, в силу своего влияния на окружающие народы, именно эта часть нашей жизни, она была целью исследования многих ученых. И сегодня мы с вами поговорим о научной традиции Дагестана. Том, на чем зыждется современная научная культура нашей республики, именно на арабоязычной и арабографической культуре. И эту тему с вами обсудим с моим гостем, директором Института истории археологии и этнографии, Дэйн Саран, Махач Мусаев. Махач, приветствую тебя. Это не первая наша встреча. И, подводя наши тематики, я не зря делал такой достаточно обширный ввод. «Наука Дагестана». То, что несет название моей передачи, что это такое? Многие люди порой с недоверием относятся к этому словосочетанию и порой мне задают вопрос. А была ли такая древняя, многовековая научная традиция? Была ли наука в Дагестане? Так, была ли наука в Дагестане? Я, прежде всего, отвечу «да». И, естественно, этот короткий ответ требует пояснения. Предложил бы, допустим, поговорить о Средневековье. Мы представляем, когда слово «средневековье» – это такой дремучий период и так далее. Хотя это не совсем так. И хотелось бы как-то об этом пообстоятельнее, чтобы людям показать, что Дагестан имеет такие вот глубокие научные корни. И в качестве примера берется Средневековый период, чтобы показать, что эти корни достаточно глубокие. И можно было бы, конечно, и взять и ранний Средневековый период, но тот материал, который на данный момент нам доступен, прежде всего, это письменные источники и так далее, он немного ограничен и не позволяет приходить к таким широким выводам, которые мы можем сделать, допустим, по позднему Средневековью. Я хотел прервать. Ну, говоря Средневековье, это, естественно, период, традиционная анонтировка, да, это, значит, от раннего Средневековья, это, говорит, 6-7 век, да, и вот дохода доходят до 11-12 и так далее. Есть несколько, значит, разных, конечно, Магомед, вы знаете, разных, значит, периодизаций. Одна из них заключается в том, что, как бы, Средневековый период, это, значит, отпадение Римской империи, а конечные даты, каждая ученая, там, или группа ученых, там, по-разному. То есть для кого-то это открытие Америки, 1492. Для кого-то это крестовый походный период. Для кого-то, значит, это английская буржуазная революция, 1640, а для кого-то, значит, это 1780-е годы, французская революция, там, и так далее. То есть когда завершается Средневековый период, и начинается период нового времени. В советской науке, как бы, было принято в большей степени ориентироваться на дату Великая Французская революция, не только потому, что революция, она, поскольку она немножко сдвинута, как бы, в более поздний период, и это больше подходило под российские реалии, которые есть. Хотя Ренессанс, он, конечно, ознаменовал собой полный отход от Средневекового догматов и от Средневековой культуры, можно сказать, в большей степени. И, ну, эта модель, конечно, вообще у нас науки, поскольку современная цивилизация зиждется на Европе, на европейской культуре, на европейской модели. И европейскую модель все время пытаются, значит, ее, как бы, испопулировать на каждую из регионов, стран, но это не всегда работает. Особенно в Дагестане. И в Дагестане в том числе. И даже, может быть, и на российской истории не совсем работает. Но, в принципе, аналогии и параллели какие-то мы можем делать. И, значит, соответственно, давайте возьмем там 17-й век, 18-й век. Это период, по которому у нас есть такие точные, достоверные, проверяемые данные, основанные на источниках внутренних, внешних, значит, и в том числе, которые укладываются в определенные теоретические модели и так далее. Небольшой экскурс можно было вести. Значит, мы говорим именно о письменном источнике, да, любое, любой материал требует подтверждения фактов. Мы уходить глубже мы не можем. Хотя можно предположить, что были найдены различные артефакты, да, значит, это использование где-то там, значит, письменности албанской, это вот в южном, больше в Южном Дагестане, но и на части города Дагестана. Использование на письменно культуры письменной грузинской тоже, значит, это есть и в Хунзахе, в частности, вот, найденные в Ругудже, были остатки плеть, на которых были аварским языком, кузинским шрифтом были написаны определенные тексты. Но это носило такой спорадический и немассовый характер. То есть говорить о научной и о, значит, такой культурной глубокой традиции, наверное, уже не приходится. То есть не сохранились до этого времени, до этого времени нам донатся какие-то факты. И только, собственно, исламская традиция и приход ислама в Дагестан дала нам возможность, собственно, прослеживать и вести эти, такие исследования. Может, расскажем, понятно, что будем говорить о Средневековье, но небольшое такое превью, собственно, возникновение научной школы арабоязычной, да, это все-таки начинается с Дербента, да, я так понимаю, все-таки приход исламизации Дербента, значит, проникновение новой религии, включение в нее все новых и новых, значит, народов и общества Дагестана. Можно сказать об этом? Регионов, естественно, это, ну, Дербент – это один из важнейших центров исламизации, приобщения населения Восточного Кавказа к исламу. Ислам нес с собой, значит, не только, это не религиозный фактор, но и науку, да, и, в принципе, достаточно прочитать книгу очень известного дагестанского московского ученого, Олегбера Олегберова, эпоха классического ислама на Кавказе, чтобы показать, что, значит, уровень, значит, науки в Дербенте, да, но здесь есть определенные сложности, связанные с тем, что, как бы, можем ли мы называть эту науку, собственно, дагестанской, потому что она, как бы, первые представители ее, это были люди этнически не дагестанские, но проживавшие там на дагестанской территории. Естественно, они давали знания и местному, местному населению, известные, значит, ученые с низбами Аллакзи, то есть явно дагестанского происхождения там и так далее. Следующий этап приобщения населения к исламу связан так называемым, условно так, чтобы легче было называемым, его кумохским периодом, потом последующим еще хунзарский период. И мы можем обратить внимание, те населенные пункты, дагестанские города, которые, значит, служили центрами приобщения населения к исламу, они и становились научными центрами своеобразными. Это, значит, ну, мы прежде всего называем, значит, там, Дербент, кумох, хунзах, но при этом надо иметь в виду, что возникали еще не менее значительные центры и в регионах, которые не являлись центрами исламизации в более широких масштабах, как эти населенные пункты, ну, локальными центрами исламизации. Для этого периода характерным является то, что мы можем обнаружить как людей, приехавших с востока здесь, в Дагестане, которые занимались научной деятельностью, так и местный, значит, как мы говорим, этнический элемент, который занимался научной деятельностью. В принципе, конечно, научные связи в наибольшей степени были связаны с соседними регионами, именно в тот период, прежде всего, с современной территорией Ирана. Дело в том, что мы, как бы, мыслим категориями сегодняшних дней, может странным показаться, почему, учитывая некоторый антагонизм между шиитским Ираном и Суницким Дагестаном, но дело в том, что в тот период, о котором мы говорим, Иран в большинстве своем был сунницким государством, и причем с превалированием шафиитской правовой школы. Ну, это, как сказать, сирийская такая вот, ответить не секрет, что именно, значит, мусульмане Сирии в большей степени были, скажем так, раскортированы, да, значит, на территорию Дагестана, это в Дербенте, в Калакурейше, в других центрах, и, естественно, как будто шафиитами, они были распространителями вот этого Масхаба. Но впоследствии, когда при сифивидах насильственно практически насаждался шиизм в Иране, это приводило к массовым миграциям сунницких ученых, прежде всего, которые подвергались гонениям, они в том числе попадали в Дагестан. Но в большей степени они, конечно, уходили на Ближний Восток. И вот мы можем обратить внимание, что вот 17 век, это когда Иран еще не полностью шиитский, там есть города крупные, где еще сунницкое население в большинстве, хотя политическая власть принадлежит шиитам. И в этот период именно дагестанские ученые для того, чтобы повышать свой образовательный уровень и для того, чтобы получать знания в науках, которые не получили достаточной степени распространения в Дагестане, отправляются именно в иранские города. То есть, если мы посмотрим на историю жизни дагестанских ученых 17 века, допустим, Шабан из Обуда или Мала Мухаммад из Голуда. Ну, Голуда – это дагестанский населенный пункт на современной территории Азербайджана. За Каталахом. Да, в Цорской, так называемой, зоне Чартала. Значит, они и другие ученые 17 века, которые нам известны, допустим, Салман из Тлоха, один из трех известных Салманов из Тлоха, это традиция семейная, они все получали образование в иранских городах, дополучали его и великолепно владели персидским языком, наряду с арабским. Но после того, как Иран стал полностью уже к концу века и даже к середине, значит, практически полностью шиитским, в некоторой степени вот эти вот ворота в такие вот своеобразные центры образованности для дагестанцев оказались закрыты по идеологическим соображениям. Которые были ближе, конечно, непосредственно. Да, естественно. Достаточно много сказали о этой ситуации, которая сложилась, в данном случае, в Иране, значит, с такой шиитской реконкистой или же шиитской революцией именно 17 века, да. Но поток переместился образовательный, и именно после этого основную роль подготовки наших ученых уже в дальнейшем развитии, это сали играть в университеты Алеппо, университеты Алязар, знаменитые, да, фактически, можно сказать, мать-матерей, да, значит, арабской науки. И масса, наверняка, есть ученых, которые там работали. Вот есть известный, в данном случае, Шафи Хаджи из Сагратля, который был, даже, если не ошибаюсь, деканом одной из факультета в Алязаре, и затем уже вернувшись в конце 18 века в Сагратль, там фактически вдохнул новую жизнь в Сагратлинском адресе. И таких случаев довольно много, значит, можно об этом тоже сказать. Ну, да, сместился центр подготовки, вернее, так, повышение, вот, расширение кругозора и получение каких-то специальных знаний узкого профиля сместился. То есть, если раньше ездили в иранские города, то в данном случае уже на Ближний Восток, и, ну, Каир, это, получается, уже Северная Африка, да. Прежде всего, Каир, это университет Аль-Асхар, и Алеппо, ну, сейчас это не очень известный город, но надо иметь в виду, что тот период, это был третий по величине город в Османской империи. Аль-Халяб, там есть. Да, Аль-Халяб, да. Он, это значительный торговый центр, который очень долго им являлся. Вот, Мухаммад Аль-Кудуки там умер, кстати, в 1717 году, вот, там проходили обучение. Еще Алеппо, почему именно Алеппо и Каир? Вот, важный момент есть. Дагестанцы всегда совмещали, значит, поездку на учебу с поездкой в хаджи. И дело в том, что там, значит, много было бедуинов, которые нападали на караваны с людьми, которые отправляются в хадж. А на Аравийский полуостров было всего четыре пути. Первый, это, значит, через Ирак, вот, им дагестанцы не пользовались. Второй путь, это через Алеппо и Дамаск. Дело в том, что огромная масса людей, мусульман, концентрировалась в Алеппо и Дамаске, большая их часть была в Алеппо. Часто это были ученые люди, которые, значит, друг у друга учились, устраивали диспуты, потому что, когда наступало время определенное, вот эта вся масса людей двигалась в Мекку, в хадж. Третий центр, это, значит, Каир, где концентрировались паломники. И четвертый центр, это маленький, это, значит, один из портов прямо напротив Джидды, через Красное море, на территории современного Египта, от которой морским путем, да, Джидды добирались, но это были в основном из Восточной Африки и Северной Африки, но североафриканцы больше через Каир. И там, это был такой, вот знаете, на определенный период времени, часто пребывали с запасом, там, месяц, два, три, иногда там, вернувшись в хаджи, могли провести год, чтобы потом еще раз поехать в хаджи, вернуться, год провести, поскольку это интеллектуальные образовательные центры. Там дагестанцы обогащались знаниями и своими знаниями могли делиться со своими учеными и коллегами. А то, что так происходило, об этом свидетельствует и табакат, так называемый, это словари биографические, в которых упоминаются дагестанские ученые, которые являлись преподавателями, ставших известными арабскими учеными. Есть упоминания о дагестанцах, которые преподавали в Мике, преподавали в Каире, преподавали в Алеппо, преподавали в Дамаске. И еще особенность в том, почему Алеппо, дело в том, что масхаб шафиитский, вот именно в Алеппо, он имел определенное распространение. В Каире-то все четыре масхаба действуют. И с этим, почему именно в Шам, то есть то, что на русском языке называется Ливант, да, Сирия и Ливан вместе, вот, направлялись, это одно из объяснений тоже является, наряду с тем, что, значит, один из путей в Хадж. Ну, вот, еще одно интересное имя, которое вот часто фигурирует в данном случае, это один из идеологических, можно сказать, отцов сопротивлению иранскому нашествию надр-шаха, Ибрагим Хаджи из-за сельного рода. Известный ученый, фактически подложивший пазу идеологическую под сопротивление. Известный, и не только в Дагестане, и бывший Макашарифом, то есть Шарифом Мекки. Сам факт, который в некоторой степени подчеркивает уже достижение научной мысли, и доказывает, что вот к этому времени в Дагестане была, собственно, сформирована своя научная школа. Оставалось два пути. Первое, это дальше на восток, хотя для нации это юго-запад, да? Ну, опять-таки, евроцентрическое модельно-шнение, да? Значит, в сторону Ближнего Востока или развивать систему образовательную внутри Дагестана. В чем ценность, вот, значение фигуры Шарбана и Зубуда для Дагестана в том, что он превратил это в систему. Многие ученые делали это как факт, вынуждены, они вынуждены были учить здесь и не говорить своему ученикам, уезжайте, потому что это было уже тяжело, это надо было дальше ехать. Он постарался сделать определенную систему, которая позволяла бы получать местному населению образование. И есть очень интересные документы, в которых говорится о том, что, о принципах. Принцип заключался в том, что, например, для существования медресе в Хунзахе, значит, по одной мерке зерна, значит, ну, периодичность, к сожалению, не указана, население каждого двора выделялось для учеников, и по полмерки зерна для, значит, преподавателей выделялось, значит, местным населением. То есть была продумана система финансирования, которая позволяла, значит, существовать этого медресе беспрерывно. Но при этом следует иметь в виду, что в этом же письме содержится жалоба на то, что не все население это, как бы, уплачивает там и так далее. В общем, традиции неуплаты налогов и оплаты коммунальных услуг были еще и тогда заложены. Да, это все имеет корни, значит, там. А другие преподаватели, да, они занимались тоже преподаванием, имели множество учеников, и для этого характерно, что учеников становится больше, чем в предыдущие периоды. Но они не продумывали эту систему. Они, как бы, ну, естественно, все мы живые люди умирали, их ученики оставались, и у них возникала проблема с финансированием, да. Но потом, в дальнейшем, этот определенным образом и этот вопрос, связанный с недоимкой налогов в том числе, был решен, значит, Мухаммадом из Кудбутля. Дело в том, что он предложил, значит, выдавать студентам, на содержание студентов, часть закята. Дело в том, что, как бы, получатели закята четко прописаны, и нет там точной формулировки о том, что, как бы, и имеют, значит, право и студенты. Но на Востоке эти фетвы известны, а он эту фетву применил к Дагестану, и, значит, в дальнейшем система дагестанского образования во многом функционировала благодаря тому, что часть закята можно было тратить, значит, на содержание студентов. То есть можно сказать, что фактически Шабан из Обода и его ученик Мухаммад из Кудбутля создали систему, которую мы видим, она прожитывала практически до начала XX века. Практически без изменений. Там, можно сказать, и так. Наблюдая, как шло обучение, даже рассказом моих дедов, прадедов, фактически они на те же самые приводили факты и так далее. Но для многих исламское образование, оно все-таки, к сожалению, представляет собой, в их понимании это только религиозные, богословские, холостические стороны, не углубляясь дальше, но ведь мы прекрасно знаем и понимаем, что, значит, исламская наука – это и открытие математики, медицине, философии. Это блестящая филологическая школа, риторическая школа. И все эти, значит, естественно, сороны, они находились в отражении в Дагестане. Ну, что такое наука? Наука – это система знаний о природе, обществе и мышлении. Есть множество формулировок. Я привожу самую простейшую и понятную. И также есть множество способов, как можно разделить науки по определенным группам и так далее. Тоже один из самых простейших способов. Естественные науки по объекту, они занимаются материальным миром. То есть то, что можно практически или теоретически пощупать. Гуманитарные науки занимаются человеком и обществом. Прежде всего, с точки зрения их социальной и духовной составляющей. Технические науки занимаются тоже материальным миром, но вторичным. То есть то, что создано не Всевышним или в результате закономерного развития, кому как нравится. А то, что создаётся человеком. И следующее – это абстрактные науки. И дело в том, что во всех этих науках, мы можем обратить внимание, возьмём тот же XVII-XVIII век, есть дагестанские учёные, специалисты в этих областях наук. Возьмём абстрактные науки. Абстрактные науки – это, чтобы проще было понятно, это математика и логика. Что касается логики. Известно, что тот же Мула Мохаммад Аль-Гулуди из Гулуда и Шаабан Аль-Рабуди были специалистами в области логики. Они переписывали труды по логике, преподавали эти труды по логике. И Шаабан Аль-Рабуди даже преподавал это своей дочери Фатиме, которая известна была как логик, и стала женой одного из его учеников – Салмана Истлоха. И мы можем проследить, что их преподавание по литературе, по источникам и так далее, вплоть до XX-х годов XX века, вот эта связь преподавательская их по цепочке, сельсиля, она прослеживается вплоть до XX-х годов XX века. И в чем примечательно? То есть дагестанцы не были только потребителями знаний, они еще и создавали сами самостоятельные труды. Например, известные труды, там, Давуд из США написал, значит, Шархаль Ашамси, значит, комментарии на труд по логике. То есть он пытался немножко упростить сочинение, дополнить его более современными примерами и достижениями логики за многие годы, и сделать более доступное методическое пособие для своих учеников. То есть, ну, первый пункт, там, значит, абстрактные науки, формальные науки, в английском языке это formal sciences называется, имели развитие в Дагестане. Что касается математики, допустим, да, мы имеем в Дагестане рукописи по математике, но дело в том, что математика не находила практического применения, и поэтому мы не можем сказать, что математика имела много последователей в Дагестане. Хотя иногда интересные сюжеты встречаются. Мне, например, рассказывали, что в получившей традиционное, значит, дагестанское образование в Медресе, человек работал в селении Карабудахкен заведующим склада. И поступило, ну, 30-е годы, вот, 20-го века, и поступило там, значит, жалоба, что он не взвешивает сдаваемое зерно. Если я не ошибаюсь, его звали Джамалудин Карабудахкенский, но не тот Джамалудин, который известен по, значит, истории, по историческим сочинениям. И, значит, ну, приехала там, видимо, какая-то комиссия, там, и так далее, и рассказывали, значит, он, у него там, это зерно в куче в виде конуса. Ну, он там померил вокруг, значит, ленточкой взял, значит, одну мерку зерна, и, померив этот круг, там, высоту измерив, он, значит, с точностью до килограмма рассчитал это количество зерна. Ну, проверяющие, естественно, ему не поверили, взвесили это все на весах, и говорят, ты на килограмм ошибся. И вот он, значит, вот эту мерку туда досыпал, вот, и, значит, показал, что на самом деле этот килограмм на месте, и он существует. Ну, может быть, и, как бы, легенда там, и так далее, но нам известно, что, например, в Дагестане, вот, конечно, здесь не интересовались, там, решением уравнений четвертого уровня, вот, но то, что практический смысл имело в математике Дагестане, мы можем... Вообще, Дагестанцы, вообще, люди очень практичные, если в этом есть какая-то необходимость, они это будут четко изучать и использовать. Кстати говоря, о математике, ведь мы можем сразу вспомнить слова Услара, который в своих трудах, воспоминаниях, для него это было большим удивлением, все-таки, что имеются очень неплохие научные школы, а способности к математике, особенно к точным наукам, у Дагестанцев поразительны. Это его слова, я практически привожу дословно. Кстати, астрономия. Астрономия, если можно говорить. Астрономия, вот, в том-то и дело, значит, что... Почему, допустим, астрономия получила столь широкое развитие? Естественно, из-за того, что практически ее необходимо было использовать. Религиозный вопрос, значит, направление на Мекку, Хейбла, значит, праздники, которые нужно вовремя отмечать, время совершения молитв, которые нужно точно определять, и так далее, это обусловило развитие астрономии. Ну, джума, да? Да, ну, там разные, и Эль Мальфалях, и Эль Мальнуджум, и так далее. Вот, но поразительно, что, значит, я специально пользуюсь программой, зная расположение, ну, поскольку был во многих населенных пунктах, известные точно датированные мечети, там, 17-го века, 16-го, 18-го, 19-го. Поразительно, но более чем на один градус отклоняющейся мечети вы в Дагестане практически не найдете. Это сейчас легко, у нас есть приборы GPS, там, и так далее, точные измерения. Мы даже представляем себе мир, у нас есть точная карта, там, глобус, континенты, там, и так далее. И вот, пожалуйста, представьте себе выкинуть человека просто вот куда-то, вот, не знаю куда, и пусть определит вот этот человек, значит, направление киблы. Это естественно. Нужно было знать все достижения, там, допустим, карта звездного неба, там, азимуты, там, и так далее, и так далее, чтобы сделать определенного вида, значит, вычисления, которые необходимы были для точного определения хиблы. У нас известен, например, в 1626 году Али, сын Хаджи из селения Чох, Аль-Чухи, да, получил сертификат от египетского астронома, очень известного Абдул-Хадара Аль-Асхари, на преподавание своей книги по астрономии. Вот, у нас есть книги, которые переписаны, значит, по астрономии. Понимаете, переписанная книга, это означает, что человек знает, это в арабской традиции, да, не переписывает. Бумага очень вещь дорогая, ее надо переплести, там, и так далее. Человек не переписывает, во-первых, то, что ему не нужно, и, во-вторых, он не сможет переписать то, что он не понимает. Чего не знает, конечно. Это означает, что колоссальное количество трудов по астрономии в Дагестане. В 17 веке тот же ученик Мала-Мухаммад Аль-Гулудей, Исмаил Ашинази, сам самостоятельно по чертежам изготавливает астролябию, обучает пользоваться этим прибором учеников. До сих пор, и в том числе и в Дагестанском объединенном историко-культурном, архитектурном музее можно увидеть приборы дагестанских астрономов, и там это ограничивается не только, значит, и астролябии, там, и синус-квадранты, и так далее, и так далее. То есть, что находило практическое применение. А астрономия – это естественная научная дисциплина. То есть, мы можем говорить о том, что Дагестан имел развитие абстрактной науки, формальной науки, имел развитие естественной науки. Есть еще вопрос о гуманитарных, допустим, науках. Известный из гуманитарных наук, самый простой, это, допустим, история. Вот, есть множество дагестанских исторических сочинений. Вот, допустим, там, Дельбент, Намэ, Тарих и Дагестан, и так далее. Вопрос с датировкой там у нас до сих пор споры вызывает. Кстати, Тарих и Дагестан, по-моему, уже датировка, она достаточно четко, примерно определена, по-моему, 700 лет, да? Тарих и Дагестан и другие... Ахты, Намэ, ну, достаточно много таких хроник, которые... Это хроники, но мы возьмем, значит, был такой, значит, Хасан Аль-Кабир Аль-Кудали, он умер в 1795 году, то есть примерно во второй половине XVIII века он написал книгу по истории Манхуляль-Магази. В ней нет ничего выдающегося. То есть он, в принципе, взял только хадисы, ахбары, книги по Сирии. Манхуляль-Магази переводится как «просеянная газоватах», ну, конкретно имеется в виду пророка Салава Аль-Ассалам. Вот. И... Но! Он использовал научную методологию. То есть там есть ссылочный аппарат, и четко поставлены вопросы, он пользуется источниками, критикует источники, сравнивает их там и так далее, и так далее. То есть это практически является историческим трудом, является исследованием... Опять-таки, повторюсь, нет ничего выдающегося, там нет новой информации, но это означает, что люди пользовались, значит, научной методологией. Соответственно, мы можем взять там, ну, чуть позже пусть будет, ну, вот, Мухаммад Тахир Аль-Карахи, известное сочинение, да, близ дагестанских, сабель в некоторых битвах Шамиля. И он четко... Он... Критика источника у него там, значит, как передал тот, как у историков положено, значит, методом опроса нескольких людей, они подтвердили этот факт, там, и так далее, и так далее. То есть, это... Это и хроника, и одновременно, и историческое исследование, потому что он описывал ситуацию, которая была задолго до него, он искал этих свидетелей, метод опроса, значит, сопоставление данных, там, и так далее, и так далее. И здесь интересно то, что где-то, вот, к началу 20-го века, в начале 20-го века дагестанская историческая школа, она вышла на теоретический уровень, то есть, например, уже... вот, которую, вкратце мы упомянули, в самом начале Джамма-аудин, аль-Карабудаги, то есть, Карабудагкенский, вот он писал о факторе влияния истории, географии на историю. И здесь интересно отметить, что к этому пришли не под влиянием чужих школ, не под влиянием трудов европейской школы исторической, там, и так далее, а именно это было внутреннее развитие дагестанской исторической науки. Эмпирическое, можно сказать. Да. И это очень важный момент. Да, это с отставанием на полтора века, на век от Европы. Да, но самостоятельно. Но это был свой путь. Если перечислять, то можно, там, медицина, значит, блестящая плеяда среди наших врачей, хирургов, которых можно проследить, да, ну, последний, которых мы знаем, это, значит, в Кавказскую войну и так далее. Но они были учениками врачей, которые использовали, значит, на работе арабской медицины. Один интересный факт. В конце, значит, 17 века очень известный медик при персидском дворе от Дайлами, он написал медицинский трактат. И один из этих медицинских трактат, на персидском языке, экземпляр, хранился в Шимахе. Когда, значит, Сурхай Чулакхан захватил Шимаху и было обнаружено это вот достижение, последнее достижение науки. И по его просьбе этот вот трактат медицинский с персидского языка был переведен на арабский, а потом в последующем это же сочинение было переведено на лакский язык, на аварский, даргинский и кумыкский языки и использовали довольно-таки долгий промежуток времени. Это то есть дагестанцы старались быть на гребне науки, то есть пользоваться теми достижениями, которые были, значит, у наших соседей. Но опять-таки, медицина, эта вещь была прикладная. Очень большое количество войн, различных ситуаций, стычек. Да и жизнь в горах достаточно травмоопасна. И сам Пирогов отмечал, что в плане заживления, переломов, ран, в том числе огнестрельных, огнестрельных, то дагестанцам он мало равных видел даже в Европе, среди европейских врачей. Мы помним различные методики, значит, как собрать сосуд под кожей, да, бараньих, под бараньей шкурой, там какие-то обучали даже формирование сустава и так далее. То есть у Али Риза из Сагратля и у Абубакра из Ругуджа. Ну, вообще, значит, весь спектр научных центров был, значит, назван. Но надо отдать должное то, что уже было здесь заявлено. Шабан Абада заложил основы, значит, все обучие, да, скажем так, в Дагестане. Кутлинский закрепил и дал этому стройную систему и направление. Вот как формировалась эта система образования? Мактаб, Медресе, это дальнейший факт, это можно объяснить, как это можно выяснить? Есть много, есть интересные очень источники, допустим, Абдулла Амаров. Мне кажется, очень хорошо и основательно описал, как он вообще получал образование. Речь идет о 40-х, 50-х годах 19-го века. нужно иметь в виду, что система в принципе долго не менялась, но менялась учебно-методическая литература. То есть на смену, допустим, одним трудам по филологии могли приходить другие труды, может быть, более современные, но они все равно оставались классическими, использовались. Но вот методика оставалась той же, значит, или родители, если грамотные, или ближайший сосед обучал первоначальным азам грамматики, следующий этап изучения Корана при местном Мактабе, при мечети, которая заключалась в заучивании сур наизусть, и это помогало развивать память, усваивать азы арабской грамматики и так далее. Там же аджам, легкая арифметика, там такая простая. Ну да, следующий этап, мы не являемся носителями арабского языка, да, а арабский язык, это был языком науки. И надо иметь в виду, что это общая тенденция мировая языки науки. Например, очень долгое время латинский язык в Европе являлся языком науки. Точно так же арабский язык вплоть до недавних времен, кстати, до 18 века практически. В принципе, считается так, что окончательный крест поставила Великая Французская Революция. Хотя до этого, конечно, были труды на французском языке, на английском и так далее. Ну, Ломоносов, вы же помните обучение Ломоносова, что он изучал? И на латынь, и на базе и все остальное. Да. Если там можно даже сравнить с Европой, когда впервые на европейских языках начали писать, и когда впервые на дагестанских языках начали писать, очень интересные будут сравнения. Что касается следующий этап арабский язык. Часто, не то, чтобы часто, даже первоначально люди просто дети. Они заучивали наизусть одну-две книги, после этого они начинали понимать читаемое и понимать грамматику. Следующий этап фикх, то есть фурганское право, то есть то, что находило в повседневной жизни общин, социальная роль очень большая при применении мусульманское право. После этого, изучив мусульманское право, ученик получал статус алим, то есть ученый человек, и дальше его интересы зависели, а, там еще промежутки, значит, одну или две книги по логике, потому что это было необходимой частью для правоприменения и изучения права мусульманского. Дальше уже человек мог специализироваться. Кому-то нравилась астрономия, кому-то нравилось дальше подробное изучение фикха, кому-то нравилась, значит, логика, кому-то нравилось, значит, калам, богословие и так далее. Дальше уже шла специализация, чтобы вот и в этом случае уже происходило обращение к преподавателям за рамками медресы, то есть это уже индивидуальное обучение с какими-то определенными специалистами в этой области. И эта система, она вплоть до начала, значит, 20 века существовала, а в этот период уже, в начале 20 века, значит, уже были попытки реформирования и образования и создания такого своеобразного симбиоза, с европейской системы, то есть хотели вести, ну, и вводились в том числе учебные годы там, и в программу вводились там, в обязательную программу были попытки вести, и в некоторых школах это удавалось, да, естественно, научные дисциплины, если раньше это изучалось уже за рамками медресе, да, самостоятельно, то здесь уже в рамки. Но это было следствием общих таких мировых исламских тенденций, связанных с тем, что уже начали искать причину отставания внутри системы образования, недостаточного внимания к естественной научной системе. Методика все-таки была достаточно консервативной, мы можем это проследить, даже по воспоминаниям тех же самых моталимов, как система на самом деле не менялась, она была так вот закостенела, и, к сожалению, она сохраняла сама себя, но, с другой стороны, не позволяла, к сожалению, таким обновляться, то есть новость она не принимала, да и потом горский характер достаточно консервативен сам по себе, что-то новое сложно принимает. Вообще это была общая тенденция, система оказалась неспособной к внутреннему реформированию, а внешние условия не сложились так, чтобы были определенные стимулы, например, в период того же Шабана Левбади Мухаммада Искудутля была просто практическая необходимость. Здесь появляются границы, и ты вынужден отказаться от существовавшей системы, а в случае с Мухаммадом Искудутля проблема возникает в том, что требуется определенное количество подготавливать учеников, а это очень трудно, если нет стабильного финансирования. То есть вот эти вот такие задачи были решены из-за того, что возникли определенные обстоятельства, которые требуют. А в этот период они как бы вот... Но при этом следует отметить во многих вопросах, допустим, дагестанцы никогда не отрицали вот этой исторической перспективе можно посмотреть, никогда не отрицали необходимость приобщения к прогрессу. В этом можно даже пример привести. Многие, наверное, даже будут смеяться. Вот в Дагестане в 19 веке было, громко скажем так, ракетостроение. Значит, в Дагестане в Имамате централизованно изготавливались ракеты Кангрива. Ракета Кангрива это значит принцип ракеты. Она и так и называется. Пороховая ракета. Пороховая ракета. Ну, ракета это что? За счет горения собственной массы тела, то, что значит летит, там боевой заряд наконечники и в бою это применялось, но оно оказалось не очень эффективным. В принципе, и там и английская армия чуть позже правда от этого отказалась. И французская тоже отказалась. Все применяли все, но отказались почти повсеместно. Потому что у нее должен был быть балансир хвост длинный, а ветром значит ее уносило и точность попадания была низкая. Она в принципе была применима только когда значит колоннами на тебя наступают. При линейной тактике. Но сам факт того, что значит начали изготавливать первое, второе, то что мастера там же много технологическая цепочка идет. Чтобы точно рассчитать место попадания данной ракеты нужно точное определенное количество пороха. Порох всегда должен быть одинакового состава. Нужно было налажено промышленное производство пороха, чтобы оно было одинаково по составу, чтобы можно было рассчитать дальность и так далее. Высота длина шеста, она должна быть определенной плотности дерева определенного веса, определенной степени сырости и так далее. То есть об этом не написано трудов. Но мы знаем, что на практике без этого невозможно. Само соборазумеющееся. Вообще то, что касается ремесла и оружейного искусства не только в плане мастерства боя, но и производства оружия. На самом деле Дагестан был один из наверное немногих регионов в мире, где это все было поставлено достаточно широко. А вот как раз к вопросу мы три науки вот помните показывали, что там логика в рамках формальных наук, астрономия в рамках естественных, историю показали в рамках гуманитарных наук. И вот здесь технические науки мы тоже можем сказать, что имели распространение. Мы опять-таки взяли только типичные примеры, но в рамках допустим тех же гуманитарных наук мы можем говорить о нескольких направлениях имели в развитии Дагестана. Мы немножко отошли от основной темы. Кроме всего прочего, Кудутлинский, возвращаясь к нему, поскольку его роль в наставлении научной школы Дагестана переоценить очень сложно. Это и уже упомянутая тобой цепочка передачи от учителя к ученику и так далее. Ведь он же создал целую плеяду, воспитал и подготовил целую плеяду учеников, ученых, которые затем по большому счету можно сказать и распространяли и создали именно Дагестан научную школу. Притом абсолютно весь Дагестан был по большому счету охвачен его деятельностью. Мне кажется, у него было учеников, ну я думаю, что, наверное, чуть побольше, чем у других. Но особенность тем, что он смог передать своим ученикам определенный смысл, что смысл их действий, заключается не только в самостоятельном изучении наук, но и в преподавании. Например, на самом деле у его учеников, почему школа Кудолькинского стала распространенной, у каждого его ученика, у того же Давуда из Усиша, значит, у Мухаммада, у Бринского и у других, у всех огромное количество учеников. Они создавали медресе, учили подрастающее поколение, и их ученики восприняли эти же идеи просветительской роли, которую они несут в обществе. Вот прозвучала фраза долго, да, долго знающего. Многие арабисты в Дагестане, опять же, возвращаясь к Услару, который очень четко отмечал эти нюансы, он сказал, что человек образованный, то есть арабист, знающий науки, даже если в маленьком селе, он обязательно откроет Мактаб, и будет всех детей там обучать. Будет ему это выгодно, не будет им это выгодно. Порой впроголодь живя, но таким образом, не у каждого было возможно на самом деле брать часть закята, и так далее, общества были разные, одно было село, богатое, второе нет, но тем не менее, вот эта форма была. На примере моих предков, которые тоже в некоторой степени были причастны к науке, могу сказать, что была такая внутренняя, знающий имеет долг перед незнающим научить хотя бы чему-то, что знает он. И если ты это не делаешь, это непростительно, это грех перед Всевышним, хранить себе знания, не распространяя их, не передавая их другим. Это, кстати, эта традиция в Дагестане была очень распространена, вне зависимости от общества, вне зависимости от территории, она была повсеместна, и мы можем это наблюдать по огромному количеству письменного материала. Я знаю, что сейчас в твоем институте, который ты возглавляешь, есть большая коллекция рукописей арабских, притом хронологически довольно глубокий срез от 20 века и вплоть до средневековья, до грани средневековья. И еще большее количество содержится в огромном сотнях и сотнях библиотеках частных, которые хранят эти. Возникает вопрос по сохранению и распространению этих знаний. и вот я знаю, что есть программа, которая недавно запущена вашим институтом по цифровизации и сохранению этих всех рукописей. Что сделано? Я знаю, что фонд переинноваций тоже в этом участвует. Дело в том, что наша работа заключается еще в том, что мы храним у себя в институте более 3000 рукописей, среди них очень много уникальных экземпляров. И вот помните, библиотека «Юнион» сгорела, значит, в Москве там были очень большие потери интеллектуального наследия, да, но мы еще задолго до этого запустили программу о цифровке. Ну, мы начали с наиболее ценных, уникальных экземпляров и так далее. Эти рукописи хранятся надлежащим образом, то есть обеспечивается необходимый температурный, влажностный режим и так далее. эти все рукописи будут в свободном доступе в интернете, на специальном сайте, то есть мы хотим сделать дагестанское научное наследие доступным во всем мире и, естественно, сохранить его от всяких напастей, бумага, вещь, значит, такая, которая может пострадать. Следующий этап связан с обеспечением сохранности рукописей. Мы хотели бы при вашей помощи, наверное, сделать несколько передач, в которых мы населению доступным способом объяснили бы, как хранить эти рукописи и сделать так, чтобы они не портились, а может быть, даже становились лучше. Мы хотели бы, чтобы, ну, как бы, желание такое, чтобы каждый дагестанец, у кого есть рукописи, мог привезти к нам в институт и наши специалисты провели бы обработку санитарную, там, как требуется, чтобы удалить все грибки, там, журчков и так далее, чтобы, вот. Надо отметить, что, к сожалению, не все знают эти особенности. Старые книги, они были из кожи-кожный переплет, и черви заводятся, и, к сожалению, вывести очень сложно, то есть вам нужна спецобработка, то есть каждый может прийти, любой человек, имеющий старинную руку, может прийти к вам в институт. Если человек имеет частное собрание, он просит нас приехать, мы приезжаем, цифруем, даем цифровую копию хозяину, значит, цифровую копию на сохранение, вот. Если, например, хозяин не хочет, чтобы в прямом доступе это было, вот, оно не будет в прямом доступе, но, чтобы на всякий случай сохранить, оно будет, как бы, сохранено. Вот, исходя из этих принципов работаем, я бы хотел бы выразить благодарность фонду, потому что это, мне кажется, это очень важный проект, который имеет значение на многие годы вперед. Для Дагестана особенно. Нам всегда было свойственно, можно сказать, пиетет и уважение, преклонение перед книгой. книгой, и, слава Богу, что вот эта традиция, она никуда не делась. Дагестанцы остаются людьми, которые ценят свою историю, свою традицию. Восстанадцатый век, почему он стал таким вот переломным, и, наверное, периодом такого расцвета на гестанской науки? Это все-таки какое-то сложившееся положение вещей, когда Дагестан оказался вот в таком вот, то есть все претензии со стороны держав больших, они каким-то образом были отражены, если посмотреть, и переломистическое нашествие и так далее. Это дало новую внутреннюю силу, нравственную силу, духовную силу, идеологическую силу. И вот эта вот инерция вот этой победы над Адельшахом продолжалась практически до середины девятнадцатого века. Можем об этом судить. И научная мысль тоже ведь продолжалась. И ученики тех великих ученых практически развивали дальнейшую науку и в девятнадцатом веке. Мы понимаем, плеяда шейхов и Ирагиаракский Мухаммад, и Даладин Камумский, и Абдурахмад Аджица Гратлинский. И в дальнейшем их ученики, которые почти до начала двадцатого века. И вот эта вот эпоха Али Каяева, значит, и известного Башларова, значит, Сайбулаг Ади. То есть, вот эта вот эта линия, она продолжалась, она таким непрерывным потоком. И, к сожалению, можем говорить о некотором затухании вот этой части науки, но переформатирование и уже, собственно, перехода в новом качестве, в новое время. Радует то, что как бы дагестанская наука существует, развивается, и, как мне кажется, получилось показать сегодня вот в данном разговоре, она имеет глубокие корни. И преемственность. И преемственность. К сожалению, мы не натронули многие нюансы, но, надеюсь, мы встретимся в дальнейшем и поговорим чуть более развернуто о других эпохах тоже. Спасибо. Ну, а мы с вами прощаемся. Цените свою историю и будьте достойны своих предков. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова